Что касается поста, Христос говорит, его нужно начинать с прощения обид, с примирения с ближними. Потому что если мы носим под сердцем какую-либо обиду, злобу, раздражительность, то пост наш не принимается, напрасно утруждает себя постящийся, носящий под сердцем гнев и раздражительность. Поэтому прежде всего, начиная пост, Господь призывает нам всем все простить. И говорит, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный согрешение ваше. А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваше. Залог получить прощение от Бога в наших с вами грехах – это найти в себе силы всем все простить. Относительно поста Христос говорит, так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Время поста – это не время, когда православные становятся такими смурными, во всем сосредоточенными только на молитве, особенно в окружении людей неверующих. Мы должны радоваться, потому что пришла весна духовная. Ведь святые отцы Великий Пост так и называют весной. Как радуется сердце весной, когда все распускается, все очищается, когда выходит садовод в свой сад и начинает очищать в саду свои плодовые деревья от старых высохших веток. Он собирает все в один из костров и все сжигает. Вот почему, дорогие, нам тоже нужно эту весну провести в трудах, обрезать все ненужное, исторгнуть из себя все злое, все наносное, все страстное, все греховное и сжечь. Святые отцы так и советуют перед началом Великого Поста именно вооружиться этим деланием, «взрастить, облагородить сад своей души». А значит, не жалеть ничего, отрезать, отсекать, сжигать, оставить только доброе, только хорошее, светлое, чистое, что только и благоприятно Господу. И еще сегодня Христос говорит, «Не собирайте себе сокровища на земле, где моли ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут». «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вот эти удивительные советы каждый из нас пусть примет к своему сердцу. Потому как без этого настроя на весну духовную, на труды в саду своей души, мы не придем к Пасхе Христовой с плодами, а именно плодов ждет от нас Христос. Не тех плодов, о которых заботится мир. В первом послании апостол Иоанн Богослов пишет, «Не любите мира и того, что в мире, ибо дела мира суть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Они не от Отца, а от мира. И мир проходит, и похоть его, а поступающий по воле Господней пребывает вовек». Вы слышите, дорогие братья и сестры, какие назидания дает нам Святая Церковь перед началом поста. Не стремитесь к тому, к чему стремится плоть, потому что дела мира – суть похоть плоти, вожделения, страсти, прелюбодеяния, блудодеяния. И вот сегодня мы вспоминаем преподобного святого угодника Божия, который с 18 лет удалился в пустыню, а потом еще в одиночестве, представьте, в Аскезе, в строгом посте еще 25 лет подвязался в молитве ко Господу. И вдруг некая блудная женщина решила наспор соблазнить этого подвижника, придя к нему в келью и притворившись странницей, попросилась переночевать, а на самом деле переоделась в одежды блудницы и стала соблазнять его на грех. И что делает он? Что он делает? Он выходит из кельи, разводит костер и становится ногами на угле и говорит сам себе, ну что, Мартиниан, как же ты не можешь перенести огня временного, как будешь переносить огонь вечный, когда ты пообещал верность Богу и чистоту и целомудрие Ему. Кто-то скажет, это монах, это у него такая строгая подвижническая жизнь, которая требует от него всецелого повиновения Богу и никаких даже нескромных воззрений. А простите, разве этого не требует от нас наше супружество? Разве в супружестве муж и жена не обещали Богу верность друг другу до гроба? Вот потому в преддверии поста напомню, как важно бороться со своими страстями, похотьми, которыми одолевает каждого из нас страсть плотского наслаждения. От юности моей я, мнозий борят мя страсти. Поэтому, дорогие, я напомню, что время Великого Поста – это время, когда венчанные уже не позволяют себе супружеского общения. А я уже не говорю, которые живут вне венчании, а тем более вне брака. Это является грехом блуда, а потому наложим на уды своя воздержание, как говорит апостол Павел. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве только ради поста, а потом снова будьте вместе». И поэтому еще раз напомню, что похоть плоти мы должны усмирять, и находящиеся в супружестве должны удаляться от похотьских плотских наслаждений. И это одно из условий нашего поста. Плоть наша хочет вкусно поесть, поспать, полениться, понаслаждаться. Вот от этого всего тоже ее попастим, потому что плоть наша ленивая, она всегда расслабленная. «А ну-ка заставь ее, а ну-ка подними ее, а ну-ка поклонами ее посмиряй, а ну-ка не дай ей поесть, сколько она хочет, да сладенького хочет, а ты дай ей немножко сухоедения, дай ей немножечко постенького, и посмотришь, какую брань она над тебя поднимет, как она взбунтуется, как она взбесится буквально, ну давай мне и того хочу, и этого хочу». А вот и есть духовная брань, и брань наша не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. Это злой дух воюет на нас через нашу же с вами плоть. И мы с вами понимаем в словах апостола, что не только похоть плоти, но похоть очей. Смотрите, как сейчас разжигается страсть посмотреть, почитать, полистать свой гаджет, посмотреть что-то там так безудержно, а нужно ли тебе столько этого видеть, сколько тебе присылают. Если полезное, прочитай, необходимое, разошли, а от всего ненужного, особенно блудного, похотливого, что не измеряется с целомудрием, с православием, с верой, с твоей непосредственной работой, удались на время Великого Поста. И посмотри, как будет тебе тяжело посмотреть на выключенный твой смартфон, когда рука так и будет тянуться, посмотреть, ну что ж там еще? Ну еще, вот посмотрел необходимое, а еще же хочется. А посмотри на часы, сколько ты тратишь на этот телефон. А сколько ты времени посвящаешь молитве с Богом, разговору, чтению Священного Писания. Вот почему Святая Церковь призывает нас. Пусть глаза наши смотрят в Священное Писание, в словеса чистые, в словеса Господние. Пусть глаза наши пробегают по посланиям апостольским, по деяниям святых апостолов, по откровению Иоанна Богослова, тогда и новости тебе можно не смотреть. Там все написано, все сказано. И, конечно же, гордость житейская церковь заранее предупреждает нас, в чем она. Желание быть выше других. Желание, чтобы тебя хвалили. Чтобы о тебе только хорошо говорили. А если кто-то скажет плохо, сколько в нас поднимается возмущение. Я помню своего преподавателя, еще по московской семинарии, профессора Алексея Ильича Осипова. Он нам на наших лекциях часто приводил такой пример. Мы все подобны такой спокойной лужице. Каждый из нас, вот на него посмотришь, мы такие все спокойные, уравновешенные. Но стоит взять карандашик и в этой лужице немножечко вот так поводить, сколько илу поднимается в каждом из нас. Это мы спокойны, потому что нас не трогают. И у меня такое впечатление, что вот все вы, стоящие в храме сегодня, никогда не гневаетесь, никогда голоса не повышаете. Вы всегда спокойные, уравновешенные. Но как, батюшка, вы ошибаетесь? Если меня кто-то затронет, да еще забольное, ох, этому не сдобровать. А здесь мы как лужица. Вы слышите? То есть вот те, которые нас задевают и показывают нам, какие мы есть на самом деле, а не такие, как мы молимся, благообразные, как ангелы, стоим и прям, ну, хоть в рай сегодня. Поэтому вот такими, как в храме, мы должны быть и в жизни, не лицемерами. Мы здесь хорошие, а там к нам не подойди. Мы должны всюду быть по-христиански, относящимися к ближним своим. Как? Как к самому себе. И как вы, говорит Христос, хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Не хотите, чтобы вас клеветали? Не клевещите на других. Не хотите, чтобы перед вами стояли и все время только так хвалились и возвышались. Не хвалитесь перед другими. Не возвышайте себя. Ибо кто возвысит себя по Евангелию, тот унижен будет. А кто унизит себя, тот возвысится. Вы слышите, это учение Евангелия идет в полный разрез с миром. Почему Христос говорит, не любите мира, потому что там все наоборот, там все вверх ногами, там все перевернулось. Вот почему нам надо в пост больше читать Евангелие, больше молиться, больше чаще в храм приходить, чаще трудиться, понуждать свою ленивую плоть и, конечно, воздерживаться от гордыни. А гордыня не только в том, что мне нравится, когда меня хвалят, или награждают, или почитают, или уважают, а в том, что я хочу выглядеть лучше других. Я хочу, чтобы у меня были моднее одежды, чем у других. Знаете, какая это сегодня такая лукавая, незримая, хитрая, дьявольская страсть, гордость. Вот у того есть телефон, а вот я хочу себе такое не ниже. Вот у того то, и я хочу не ниже, я же не хуже других. И вот эта гордость житейская, она не от Бога, понимаете? Да слава тебе, Господи, есть такое, пользуйся. Сказано в Священном Писании, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Вот слава тебе, Господи, есть. Ну что ж, ну, человек купил, заработал, ну не завидуй другому. Не смотри на... А вот того еще, и вот ты не остановишься, даже если ты в храм ходишь, вот посмотрю, у него лучше, пойду-ка такое тоже куплю. Или там то, или другое. И вот эта похоть, понимаете, гордость житейская, она человека от Бога отдаляет. Что же нам делать? Как с этим бороться? В защите Бога, и жива будет душа ваша. Когда проснетесь, и о Боге сразу вспомните, уже и похоть очей, и гордость житейская, и похоть плоти немножечко приостынет. Помолишься Господу, да пора в храм сходить, тем более пост. Да, обычно же завтрак, да завтрак необычный, а может быть пропустить, может дообедать додержу, а на обед такое постненькое, скромненькое, а ту оставшуюся сумму, что тратил на обеды и на ужины, отделю еще нищим, отделю нуждающимся, отделю воинам, которые сегодня на передовой, в сухомятку, чем-нибудь замерзшим завтракают. А может быть о них еще позабочусь, да что-то им соберу, туда, ребятам нашим. Вот уже смотрите, какая работа пошла над собой, а победа из побед, это победа над собой. Вот какие задачи перед нами ставит Христос и говорит, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если вот в этих зрелищах, в тряпках, в шмотках, в одеждах, в ботинках, в ваших ремонтах внешне, вот в этом все сокровище, вот там и сердце ваше будет. А если ваше сердце с Господом, то слава тебе, Господи, в комнате должно быть чисто, аккуратно, достойно христианского жительства, посмотреть все необходимое, пожалуйста, посмотри, почитать, почитай. Как один из афонских старцев говорил, если хочешь попить, попей, если чувствуешь голод, поешь, если чувствуешь, что очень хочешь спать, поспи, только всегда в своем сердце держи Иисусову молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, а женщины говорят грешное. Вот, дорогие, с чем мы войдем в святое время Великого Поста и, конечно, завершим тем, с чего начали. Без примирения, без прощения, без взора внутрь в себя, о чем мы будем и просить, Господи, даруй мне зреть и моя прегрешение. Конечно, я всех буду только осуждать. Все плохие вокруг. У того то не так, у этого это не так, а вот это вообще бы переделал за Него. А когда я в себе увижу все неполадки, все грехи и недостатки, то скажу про себя уже вместе с теми, кто посвятил всю жизнь подвигу смирения, терпения, любви и молитвы, как они говорили, Господи, все спасутся. Все люди хорошие. Один я, грешник, помилуй меня. Вот, дорогие мои, поздравляю вас с воскресным днем, который называется прощенным. Простите и примиритесь со всеми. Удаляйтесь от похоти плоти, от похоти очей, потому что они тоже многого хотят. Премудрый Соломон напоминает, глаз никогда не насытится зрением, и ухо никогда не насытится слышанием. Вот сколько ни слушай, хорошая, красивая музыка такая, слышал бы, целый бы день, но не насытишься. А вот молитва, а вот взирание на иконы, на горящую лампаду, стояние в храме, душу насыщает. И вот мне бы очень хотелось, чтобы мы все чувствовали разницу между тем, как душа здесь насыщается, наполняется, возвышается, преображается от того, к чему зовет нас снова. Плоть ленивая, похоть очей и наша житейская гордость, которую основу положил сам дьявол, он гордость положил из кони и нас ею заражает. А мы снова и снова будем в поклонах, и не просто в поясных, а в землю, головой, вы слышите, головой в пол. Будь милостив мне, грешному, Господи, владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь ми. И вот так будем молиться. Какое удивительное время приходит. Весна, воистину, все распускается, душа расцветает, от всего земного, от всего страстного освобождается. Поэтому, братья и сестры, пост еще святые отцы сравнивают с военным походом. Надо вооружиться, надо взять меч духовный, шлем спасения и Слово Божие, которое для нас будет во спасение и ограждение от всяких сил зла. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова